Доброе время и не суток, кто зашёл в гости. Нахожусь я на станции Адеон. Здесь останавливается метро 410. И меня попросили снять памятник Шарлю Азнавуру. Здесь очень большое движение, но сам памятник находится не на самой площади, не на станции метро, а за углом, куда я сейчас поворачиваю. Ресторан Дантен, поворачиваем налево. Как только вы огибаете ресторан, виднеется памятник Шарлю Азнавуру на маленьком пятачке. Возможно, не все люди знают. Кто такой Шарль Азнавур, конечно, знает каждый француз, но что стоит здесь памятник, возможно, знают не все. Прямо напротив ресторана находится Бюст Шарлю Азнавуру. Подходим ближе. Можете убить два зайца, приехав сюда, можете второй бюст еще посмотреть. Тут еще одна остановка отсюда, находится бюст Тарасу Шевченко. Там маленький скверик есть в Сан-Жермен-Пре и бюст для Тарасика стоит. Туда я не успею уже 5 часов вечера, потому что сквер закрывается в 5. Но я снимала как-то про Тараса Шевченко. Мне приходится останавливаться, потому что тут очень сильное движение. Сейчас опять машины идут на меня. Мне приходится на минуту останавливаться и ждать, когда я могу сказать. Муша очень-очень шумно. Итак, Шарль Азнавуру родился в Париже. Его семья была выходцами из Грузии, но они были армянами. В 20-е годы его семья эмигрировала в Афранцию, где он родился. Показывать дом, где я родился, не буду. И вообще люди рождаются в роддоме. Жили они вначале в Париже, но он умер в своем доме. Довольно в преклонном возрасте. Шарль Азнавуру обладал очень интересным, красивым тембром голоса, узнаваемым. Он делал записи с многими певцами. А также он написал более тысячи песен. Где-то 1300, там вот столько песен написал. Только вдумайтесь, в цифру, сколько песен человек написал. Есть разные памятники, мемориалы для него. Даже у него звездочка есть в Голливуде. За лучшее исполнение. Кажется, там живое исполнение было, и ему дали звездочку. Я его, естественно, молодым не помню. Я приехала в Париж 20 лет назад. Он уже был в пожилом возрасте. Ему тогда было уже 70. Умер он где-то в 94. В 18-м году. В общем, я приехала, но был уже довольно пожилым мужчиной. Но все равно голос был у него красивый. Тембор голоса у него сохранялся. Он пел до последнего практически. Давал концерты, много гастролировал. Пел на разных языках. Ну, в общем, он был такой самородок. Был знаком Сидид Пиаф. Выступал, естественно, на лучших площадках этого мира. И в память о этом французском соловье поставили ему вот такой монумент. Но я думаю, что многие, как я, может быть, откроют для себя это имя. Особенно молодые, они могут не знать, кто такой Шар Ализнавур. Если я приехала во Францию, я не знала, кто он. И я его увидела уже в пожилом возрасте. Но французы, конечно, знают, кто он. Потому что он здесь родился. Он много записывал концертов, белых концертов, записывал многие записи, много дисков выпустил. Он очень популярен здесь. Ну, и так как его семья из Армении, там тоже, кажется, памятник или монумент ему поставлен. Последние годы он проживал не во Франции, а в Швейцарии. Вот такой небольшой бюст известному певцу, музыканту, композитору. Я не знаю, он точно музыку писал, но он точно писал песни, стихи. А также он играл в кино, ну и был известным Шансонье. И до новых встреч на моём канале. Это было маленькое видео по Шарлю Ализнавуру. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...